Ты молод, активен, энергичен? Ты хочешь быть в курсе всех игровых новинок? Подписывайся на Ваномас, у нас уже более двух тысяч! Всем здорова, всем здорова, с вами обзорщик на Руси, number one, Ваномас. И возникает вопрос, нахуа мы собрались в 20-х числах мая 2011 года? Да, да хуа, ответ крайне прост, вышла многими жданная игра Колин Макрей Дёрд 3, я её не ждал, в рот её ебать. Да многие её ждали, думали, что пиздец, он всё будет суперкруто, я даже не сделал обзоры, хотя я хотел смотров сделать на Колин Макрей Дёрд 2, Хотя я хотел сделать ещё в январе, но обстоятельства так сложились, я до сих пор не сделал, теперь это, наверное, будет уже не актуально. Да, никакого ролика не было, я думал, сейчас будет крутой ролик, но оказалось, ха-ха, ха-ха-ха, как обычно. Вот. И вначале я иду в меню настроек графики, чтобы мне, сука, не срали в комментах, что я, блять, поставил не самый максимальный, ёшкин кот. Вот, вот тут всё, 1280, небольшой, но это хуйня, короче. А-а-а, Дайт Лайтинг Хай, Шэдос Хай, Парсикли Хай, Л Мирорс Хай, Ультра Вовам Ультра, Кроуд Хай, Граунд Кава Хай, Дистант Вехикл Хай, Обжек С Ультра, Три С Ультра, Вехикл Рефлекшн С Ультра, Ватер Хай, Постпроцесс, Постпроцесс, Медиум не позволяет, Скид Марксон, Клосс Хай, Во, ха-ха-ха, во, всё, заебись, всё, да, максимум практически. Хотелось бы отметить пару слов про меню, оно, в общем-то, голимое, очень простое, сделано как будто 96-й год, короче. Редкий случай для Колина, мы можем покрутить модельку Башиды. Вот, ха-ха, не знаю, дверцы можно открыть, нет. Походу, нет, но я тут что-то понажимал, хз. Вот, ну, а из-за дурацкого, дебильного окружения с этими кубиками, выглядит это, в общем, паршиво. Нет, чтоб серьёзно, гараж, чтоб всё круто. А тут уже даже тут видна гамма, и там ролик был небольшой, там гамма была дурацкая. Ну, а гамме мы ещё поговорим, окружение, в общем, ну, полное говнище, бля. Ну, как так можно сделать, я вообще не понимаю, это симулятор или чё, даже пусть это не полный симулятор, всё равно, разве нельзя нормальный гараж с нормальной обстановкой сделать? Итак, вот, дочидается, немножко они рассказывают. Тут вот видно уже внешний мир, могу сказать, что детализация деревьев средненькая на данный момент. Не самое говно, не самый класс. Гамма, сука, жёлтая, жёлтоватая. Видно, вот, вы смотрите, деревья, они должны быть зелёные такие вот. Вы посмотрите реальные ролики, там, они такие зелёненькие будут, а вот всё жёлтые примешаны к гаммой, а вы говорите, нет гаммы. Пипец. Ну, всё же в жёлтом, и машина в жёлтом, и дорога в жёлтом, и небо даже немножко жёлтое. А солнца вообще, считайте, нету, потому что вон видно облака, короче. Вот, начинается, вот смотрим. Текстуры земли средние, не самое говно, не сам это. Люди, говно. Поехали. О, траектория включена, вот подлюга, надо выключить. Ну-ка, можно будет выключить? Так, не понял, как убрать, прощёлкал там хат, все пункты выключил, не убралось, позорное говно. Редкий случай, когда сразу доступны прямо из гонки все опции. То есть тут и настройка контролов, и настройка графики. До этого, я не помню, как в дёрте, но обычно там нихера ничего не было, и надо было выходить. Да и в дёрте, по-моему, надо было в меню выходить. Да точно, я, блядь, руль настраивал, помню. Смотрим, текстура земли такая, блядь, как я сказал, средняя. Детализация травы. Ну, блядь. Ух ты, она падает, смотрите-ка, она па, она раступается, не так и плохо. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Вот, смотрите, она, как падает. О, видите? Текстурка травы, как падает. За это небольшой плюсик поставим. Сама трава, конечно, не 3D, всего лишь текстурка. Ну-у-у, знаете, если бы это был 2007 год, было бы неплохо. А, портит именно, сука, блядь, гамма портит, вот, блин, вот, гамма портит. Деревья средней детализации, то есть не самое говно, но ничего особенного. Так, звучок врублю. Ну, у вас его слышать не будет, но я сам что-то заценить. Ну, так, все, звучок, я вам скажу. Вид из кабины, как мы видим, позорный. Реально позорный. Без пизды. Детализация, говно, как бы. Ну, прежде всего, не хватает материалов, то есть, чтобы это все реалистично выглядело. Кстати, вот он ножкой жмет. То есть, вот мы вниз, если бы, блядь. Смотрите, он правой ножкой газует. Хоп-хоп-хоп-хоп, неплохо. Блин, гребаная зеленая линия. Руль не настроен полностью, то есть по углам и так далее. Поэтому говно, конечно. Очень большая, по умолчанию, зона, дед зона. И чувствительность руля тоже большая. То есть, он сначала вообще не шевелит, а потом резко поворачивает. По общим впечатлениям скажу, что довольно-таки уныло, реально. Без шуток. Экшена нету. Ну, короче, реально уныло. Физика. Ну, у нее нет тут, это понятное дело. Она ее не чувствуется вообще. То есть, вот, я на большой скорости несусь, и она, как, короче, приклеенная вообще. Скорость, ща я скажу, ща настроим скорость. То есть, скорость довольно-таки большая, никакого несноса нету, ничего нету. Вот, смотрим. 60 в час. 70, 80, 90. Ну, и че это вот за говно, а? Вот это вот че такое, блядь? О, повреждения неплохие. То есть, смотрите, я не сильно врезался, и такие вмятинки хорошие такие, как бы. Также машина грязная. Ну, то, что грязная машина, это еще сто лет назад уже было, на самом деле. Скажу вам по секрету. Это где-то в Колине 2004, что ли, появилось. Примерно. А может и раньше. Короче, я пытаюсь настроить по-нормальному кнопки, и играть невозможно. Короче, настроил руль получше. Вот, лечу. Лечу, как на рельсах. То есть, нету никаких несносов, ничего вообще прям. Сразу скажу. Возможно, там можно еще настроить физику. Там был... Я выбрал среднюю сложность. Возможно, это от сложности зависит. Но я думаю, что мало чего изменится. Это все-таки Колин Макрэй, как бы. Неинтересно. По езде вообще неинтересно. По сравнению с Ричард Бернс Ралли, как бы, это вообще ноль. В Ричард Бернс Ралли гораздо интереснее. Там тоже, на мой взгляд, не шибко реально. Как-то, мне кажется, как-то, гораздо интереснее ездить. Гораздо сложнее и так далее. Заставка для загрузки очень стрёмная, на мой взгляд. Очень простенько сделали. Вообще, фигня полная, как бы. Субтитры сделал DimaTorzok